Отправлен очередной груз в зону СВО бойцам из Карачаева-Черкесии. Он был сформирован по обращению командования 34-й отдельной мотострелковой горной бригады. Постоянная связь с нашими бойцами позволяет узнавать об их потребностях и оперативно реагировать на их заявки. Что на этот раз отправили военнослужащим и кто еще оказывает им постоянную помощь, узнавала Алла Качиева. Легкая мототехника и дополнительное техническое оснащение – все это необходимо нашим бойцам в выполнении боевых задач на передовой. Очередной гуманитарный груз был укомплектован под эгидой единого республиканского штаба при главе республики Рашиди-Тимрезове, созданном для оказания всесторонней помощи военнослужащим из Карачаева-Черкесии, который принимает участие в специальной военной операции. Сейчас мы сформировали очередной груз, в состав которого вышла сейчас легкая техника, модерна, мотоциклы в основном необходимые для фронта, квадрокоптеры, тепловизоры. И в этот раз мы еще направляем на фронт эгидроны, которые собраны на территории республики. У нас собственное производство открылось. И техническая база у нас есть, мы можем уже направлять и сложные технические вещи, которые созданы у нас в регионе. Поддержка бойцам, которые сегодня борются с нацизмом, руководством Карачаева-Черкесии оказывается с первых дней спецопераций. Хотелось бы сказать, что с начала специальной военной операции правительства Карачаева-Черкесии на постоянной основе оказывает манитарную помощь в 34-й отделе манитарной компании, которые мы представляем. Правительство Карачаева-Черкесии представляет тот перечень манитарной помощи, который действительно необходим фронту. В частности, это мотоциклы, квадроциклы, автомобили повышенной прохладимости, квадрокоптеры. Это то, что действительно необходимо товарищам, моим товарищам на фронте. Свой вклад в победу вносят и студенты Северокавказской академии. По инициативе ректора ВУЗа организована волонтёрская деятельность для учащихся, в которой активно участвуют более 250 молодых людей. Студенты Северокавказской государственной академии, в частности, Медицинского института, с середины 2022 года, с июня месяца, оказывают активную помощь военному госпиталю Министерства обороны Российской Федерации города Ростова. Оказывают активную помощь в качестве среднего медицинского персонала, в качестве младшего медицинского персонала. Выполняют всю необходимую помощь, начиная с транспортировки больных. Также выполняют перевязки различного вида инъекций, внутримышечные и внутривенные инъекции. Также ассоциируют врачам-хирургам на трудоёмких хирургических операциях. Мы узнали от наших однокурсников, от наших старших, что есть возможность поехать в военный госпиталь. И поэтому решили отправиться туда, чтобы оказывать помощь как самому персоналу госпиталя, так и военным, раненым военным. Каждая помощь важна. Алла Качиева, Вести, Карачаево, Черкесия.